Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите проект «Битва визажистов» на телеканале Пятница 2.0. А это значит, что в ближайший час вы станете свидетелями и где-то даже участниками очередного этапа борьбы, развернувшегося между мастерами теней и помадой. Сегодня у нас пятый раунд игры на выбывание и хочу вам напомнить, как проходили предыдущие конкурсы. Сначала мы просили участников сделать макияж самим себе. Мы так и назвали этот конкурс «Сам себе визажист». И как мы видим, участникам все удалось. Сегодня даже был уровень выше, чем на кастинге. Они даже почти все закончили макияж. Посовещавшись с жюри, мы сегодня решили, что никто не уходит. Но это был разминочный раунд. И уже во втором конкурсе под диктовку участникам пришлось работать в парах. Успех или провал зависело не от каждого участника, а от умения слушать и говорить. Один человек будет диктовать, второй рисовать. Брови черные. Брови отсюда начинаешь, выводишь вот сюда. И вот здесь все это черное. У нее лицо белое, фарфоровое. Желтым цветом, губы желтые, а внутреннее веко черное. Снизу получается красная линия, прям под ресничками. Единогласным мнением жюри Аня покидает наш проект. Аня, ждем вас на второй битве визажистов. Не расстраивайтесь, у вас все получится. Говорить и слушать, а также уверенно держать в руках кисть. Но кисть под рукой была не всегда. Уже следующий конкурс заставил наших участников работать руками в прямом и переносном смысле. А вместо косметики на столе заняли продукты питания. Проработали и волосы, и сделали сам мейкап. Есть идея, да, такая неплохая. Вот видите, как рис, да, салат и потом десерт. Ну очень прямо, очень прямо мне нравится, интересно. Здесь прям мейкап. Прям очень правильно. Да, здесь прям выполнена работа, прям мейкап. Застиль общего фона, да, как бы. Ну, если идея была булочки, в принципе она удалась. Девочки, конечно, чуть-чуть хуже справились, потому что, ну, не знаю, мне кажется, вот не хотела фантазии визажиста. Это вообще такая профессия должна быть очень богатая фантазия. Не все работы понравились жюри. А я вам хочу напомнить, что кроме меня есть два постоянных члена жюри. Это Дмитрий и Телекс, а также наш четвертый приглашенный гость. Им на этой неделе была Сумина Ольга. Человек, не понаслышке знающий, как работать с продуктами питания. После долгого обсуждения и споров жюри, еще один участник покинул наш проект. Алина, мы считаем, что вы молодой визажист, и вам, может быть, видимо, не хватило опыта. Но мы вас ждем на следующем сезоне. Маргарита получила иммунитет на следующий конкурс. Точно так же, как и Айка, в конкурсе поменялись. Итак, после обсуждения самым лучшим образом стал образ Айки. Поздравляем! Ты получаешь иммунитет на следующей неделе. А вот самым ненадежным партнером в конкурсе оказалась Айдана. Она и покинула наш проект. Самым худшим образом на этой неделе стал образ Айданы. Айдана, вы покидаете наш проект и больше не участвуете в нашей битве. Прошу вас покинуть зал. Итак, пятый раунд. Его итоги подвинут кого-то к победе и к получению главного приза. А именно, набор косметики на 1000 долларов от магазина SPA косметика и день отдыха в салоне территории SPA. Сегодняшний конкурс называется «Горящий эфир». А это значит, что за 15 минут участники должны подготовить модель к съемкам в эфире. Я, конечно, понимаю, что 15 минут – это очень мало времени, но не забывайте, что это эфир. А если он прямой, его нельзя ни передвинуть, ни отменить. По своему опыту скажу, что приходится работать в экстремальных условиях, если это касается телевидения. Приветствую вас, участники битвы. За время нашей последней встречи Влад успел выступить на чемпионате Golden Asia 2016 и получил бронзу в номинации «Подиумный макияж». Поздравляем! Все остальные успели отдохнуть? Да! Замечательно! Ведь силы вам понадобятся для выполнения сегодняшнего задания. А именно, об этом вы узнаете немного позже, пока мы с вами проведем жеребьевку, по итогам которой мы определим вас в три группы и предоставим вам три модели. Прошу подходить. Замечательно! Все разбились на три группы. А теперь хочу вам рассказать о некоторых изменениях в составе жюри. Сразу хочу вам представить нашего четвертого приглашенного гостя. Это Айгерим Осмонова. Айгерим ведет программу «Тусовка» на телеканале «Пятница 2.0». А вот наш постоянный член жюри Дмитрий сегодня не может принять участие в съемках. Но к следующему конкурсу он обещал вернуться и быть в строю. Заменит его сегодня Марина. Как вы уже помните, Марина у нас участвовала в первом конкурсе. Хочу напомнить тем, кто забыл или, может быть, не видел наши прошлые выпуски. Марина у нас является тренером обучающего центра «Территория СПА», а также бронзовым призером чемпионата «Арт Лук Профешнл» 2015. А теперь внимательно послушайте условия конкурса. Мы, как всегда, вас разделили на три группы. Предоставим вам три модели. Ваша задача в очень короткий срок, то есть за 15 минут, сделать макияж для телевидения. То есть, как наш сегодняшний конкурс называется, «Горящий эфир». Попрошу моделей зайти. Участники, теперь путем жеребьевки подойдите и выберите номер модели, с которой вы будете сегодня работать. Первую группу из трех участников я попрошу остаться, всех остальных выйти. Участники, ваше время пошло. Начинайте. Ну, нам такое задание дали накрасить именно в эфир, в ведущую, да, какую-нибудь ведущую. Нам нужно было самим выбрать, какой она будет в ведущую, да. Я выбрала фэшн образ, ну, для модного показа ведущую. И у меня сразу мысль, опа, развлекательная передача для настроения, для веселья. И у меня сразу, что такое, интивит, какие-нибудь видеоролики там, допустим, такое, чтобы на нее смотрели и зрители радовались. Это должно быть что-то было яркое, такое кричащее, чтобы зрители смотрели, она доносит, добрый день, там, дорогие зрители, пусть у вас день сегодня будет ярким, насыщенным. За 15 минут нужно было подготовить, ну, как бы телеведущую в эфир. Нас не ограничивали, мы могли сделать образ, ну, любой, на свой взгляд. Мне очень сильно повезло с моделью, у меня была Вола, я сразу ее заприметила, когда я зашла. Она хотела сделать телеведущей на пляже, ну, как каникулы в Мерсике, знаете, вот типа такого. Подготовить модель за 15 минут – довольно трудное задание, но надеюсь, все справятся с поставленной задачей. А мы пока посмотрим небольшой блок рекламы. Сегодня нашим участникам нужно подготовить модель к эфиру, а это значит, макияж должен быть более выразительным. Известно, студийное освещение съедает до 40% цвета. Субтитры подогнал «Симон» Айка, скажи, пожалуйста, для какого эфира готовишь ты эту девушку? Не знаю, я хочу сделать ведущей на каком-нибудь пляжном конкурсе, потому что девушка безумно красивая, у нее красивый цвет кожи, и я бы хотела немножко, ну, сделать по-другому. Немножко добавить хайлайтер, чтобы был такой мокрый эффект, чтобы, ну, зрители поверили, что она могла бы, в принципе, вести шоу на пляжу. Я добавила хайлайтера, ну, было побольше хайлайтера, был такой нюдовый макияж, но все равно, как бы, был контуринг, я подчеркнула глаза. Я еще проработала, как бы, ключицы, шею, чтобы все немножко блестело. Марин, здравствуйте. Да, здрасте. Скажите, пожалуйста, как ваш образ называется? Я, наверное, больше для фэшн-показов. Что мы тогда добавляем, то есть, в отличие от других? Какие нотки должны быть у вас? Более, мне кажется, все-таки сдержанность все должно быть, но что-то какая-нибудь изюминка была, чтобы... Спасибо большое. Я даже специально не трогала брови, потому что сейчас, как бы, в моде, да, вот такие нечеткие брови, даже не красила их. Сделала такую, ну, коррекцию лица, нос выделила, подчеркнула, губы тоже такие натуральные, чтобы она из всех тоже не выделялась. Вот, мне кажется, ведущая, она не должна прям сильно выделяться. Аселя, здравствуйте. Здравствуйте. У вас такой прям очень яркий макияж. Для какого телевидения, для какой программы мы готовим ведущую? Для какого-нибудь молодежной передачи, развлекательного шоу, тот же Муз-канал, что-нибудь такое вот. Именно для летнего периода. А с чем связано то, что прям столько много ярких цветов у нас? Открой глазки. Потому что восприятие зрителя, что разноцветная, веселая ведущая, как-то себя настроение поднимает. Правда, не все цвета, которые мне нужны, но что-то из этого. Модель у меня действительно яркая. Она, вот знаете, такая африканского такого, тип лица у нее такая кудрявенькая еще. Я сразу думаю, ну яркие цвета, я просто сюда нужны. Я не хотела делать модель, допустим, макияж, ведущие новости, там, каких-нибудь политических программ. Нет, у меня вот именно развлекательная тема. Участники, ваше время вышло. Положите кисти в чемодан. Участники. А теперь жюри выберут самые лучшие и самые худшие образы из первой тройки. Прошу вместе со своими моделями подойти ближе к жюри. У нас, тем более, каждый четвертый гость, жюри, он меняется. И он не видел уже, как бы, и у нас, получается, мнения очень хорошо совпадают. Так как это битва, я думаю, что все равно они будут биться. Вот, дальше будет намного интереснее. Мне кажется, что пока на данный момент, на данном этапе пока еще отношения достаточно дружеские, потому что их еще много. Когда их станет меньше, я думаю, там уже проснется настоящее соперничество. Жюри посовещались и решили, что лучшим образом из первой тройки является образ Айки. Она меня вдохновила в модели. Я подумала, что, ну, почему бы не сделать пляжную, там, какую-нибудь ведущую. Ну, мне понравилась, она молодец, что хотела, это сделала. Ну, просто у меня была модель, я подбирала под нее, и, конечно, я рассчитывала время. То, что 15 минут, на самом деле, ну, это мало. Но я успела поработать, я довольна собой, я очень довольна своей моделью. Айка, она на самом деле выполнила поставленную перед собой задачу. То есть у нее был пляжный образ. Что включает в себя пляжный образ? То есть это не подразумевает того, что будут ярко накрашены глаза. Был выполнен грамотно тон, подобран, были сформированы брови. Соответственно, это уже считается макияж. То есть даже если глаза не накрашены, но при этом очень тщательно выведена бровь и хороший тон, это считается уже успешным макияжем и залог успеха. К тому же, хочу обратить внимание, что она проработала также зону декольте, что немаловажно. Притом проработала как тоном, так и мерцающей пудрой, что придает модели сияющий эффект, да, эффект здоровой кожи. И в ее макияже не требовалось что-то большее. Поэтому ее работа была признана наиболее лучшей. Худшим образом в первой тройке является образ Осель. Сейчас, простите, у меня тут уже потекло, да? Так получилось, ну я вообще очень эмоциональный, такой творческий человек, у меня столько эмоций, столько яркости. Я решила просто сделать макияж очень такой яркий, веселый. Может быть, я с бровями переборщила, уже просто времени не хватало. Думаю, а сделаю синие брови, а почему бы и нет? Может быть, меня не поняли. Неприятно было, конечно, слышать, что я худшая. Так немного поплакала, чтобы никто не видел, но я беру себя в руках. Но я очень переживаю, что сегодня уйду. Хотела бы, конечно, еще побороться. Они профессионалы, я соглашусь, но зная Оселю, она как бы, ну, любит вот что-то необычное. Вот поэтому она меня ярче накрасила. Очень яркий макияж в стиле. У нее тема была как бы развлекательная шоу-программа. То есть я ведущая, мне понравилось как раз по теме, потому что я люблю креатив, как бы, ну, как развлекательная, ну, яркая. Человек уже который раз пытается прокатить на креативе, на каком-то своем позитиве. Ее действительно становится очень много. Она заполняет все пространство. Это классно, это очень веселый человек, но она заигрывается и забывает о том, куда и на какой конкурс она пришла. Здесь нужно показывать свое творчество, свое умение, и перед тем показывать его уместно. Говорить о том, что я не люблю стандарты, я не люблю правила. Мне очень хотелось бы, чтобы эта девочка прошла дальше, потому что, естественно, в ней видно, что она хочет, но как этого достичь, она, к сожалению, не знает. Хочу признали Оселю. Мне, не знаю, мне немного обидно, потому что она мне очень нравится. Она очень креативная, она просто не уложилась во времени, ей не хотела времени. Мэри, вы проходите следующий конкурс. В принципе, за 15 минут действительно это было, не знаю, это нереально за 15 минут. Но хотя нам тоже нужно уметь, да, именно в экстремальных ситуациях, потому что будут такие, да, тоже, ну, чтобы именно ведущую накрасить, именно в эфир, по-быстрому, чтобы, потому что это за кадром все в спешке делается и так далее. Вторая тройка участников, прошу заходить. Модели, прошу вас тоже зайти. Теперь путем жеребьевки каждый участник второй группы выберет модель, с которой он будет сегодня работать. Прошу подойти и выбрать. Ваше время пошло. Начинайте. Ну, я считаю, что на телевидении главное это том, чтобы он был, чтобы лицо было ровное, чистое, вот. В принципе, губы хорошо прокрашены. Я делала девушку программы новостей, вот, и мне хотелось, чтобы, ну, как бы мой макияж предполагал не отвлекать на себя внимание больше, а чтобы информация, которую хочет донести ведущая, чтобы она, ну, как сказать, была услышана. Сегодня нам сказали сделать макияж для съемок. Единственное то, что напрягло, как всегда. Мы только привыкли, что нам надо сделать за 20 минут, и там опять сократили время, теперь 15. Боюсь, что не успею. Ну, я думаю, накрашу что-нибудь яркое, но в пределах разумного. Не для новостей ведущего, а для какой-нибудь модной передачи. Я думаю, очень сжатый срок, очень мало времени. Попробуем. В голове мысли, что можно сделать за 15 минут. Пытаюсь создать для себя какой-то образ, что можно по-быстрому, яркое. Участники разбирают предложенные наборы косметики, а мы пока с вами разберем особенности театрального и телевизионного макияжа. Здравствуйте, меня зовут Марина Фисенко. Сегодня наш мастер-класс будет посвящен подготовке ведущей к эфиру. Соответственно, наш макияж должен быть достаточно насыщенным и ярким, но при этом у нас будет короткое время для подготовки. Почему макияж должен быть насыщенным и ярким? Потому что всем известно, что вся техника видео забирает большую часть цвета. И чтобы наша девушка не осталась голой перед камерой, макияж должен быть яркий. Итак, начнем. Мы будем использовать смоке айс, и для этого мы возьмем базу под смоке айс. Для того, чтобы сэкономить время, мы сначала создадим образ глаз, и затем нанесем тон. Смоке айс мы будем выполнять в коричневой гамме. Для этого мы используем пушистую кисть для растушевки. Будем использовать более темный оттенок коричневого по ресничному краю. А теперь приступим к бровям. Проработаем брови тенями. Теперь наносим базу под макияж. Теперь тонируем модель. Выполняем коррекцию лица сухими корректорами. Используем карандаш для губ, так как это прессованная помада, и она улучшает форму губ. Соответственно, можно исправить и стойкость помады обеспечивает. И помада. Еще раз припутываем для того, чтобы смягчить нашу коррекцию, закрепить ее, сделать контуры лица мягче. И завершают наш образ румяна. Образ нашей ведущей готов. Появилась определенная скорость работы. Уже нет той опаски, с которой они подходили к заданиям различным. И, соответственно, к косметике. Подходит уже более ответственно и более креативно. Хотя, хорошо ли говорить о креативе, это такой момент спорный. Где он уместен, а где он не уместен. В любом случае, все участники молодцы. Заметен рост. И как раз-таки заметно, как люди работают над собой. Работают над своими переживаниями. И, я думаю, все здорово. Очень многое зависит от модели, которая мне попадется. Потому что не каждый макияж будет красиво смотреться на всех девочках. Да, мне, наверное, повезло, что я зашла не в первой треке. У меня все-таки есть время, хоть что-то представить. Подумать, что было бы лучше сделать на модели. Конкуренция, конечно, растет. И я тоже стараюсь уже никому не подсказывать. Потому что победить каждый хочет. И друзей на этом проекте у меня не будет. Моя девушка, она более такая нежная. Там, конечно, нужно было больше краски. Но у меня была сложность в том, что на моем столике не было светлых корректоров. И, то есть, подходящий под ее тон лица. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для какого эфира вы готовите модель свою? Наверное, больше для интервью. Какие-нибудь, может, выездные интервью, передачи. Что вы хотели бы для себя отметить? То есть, глаза или губы, что вы хотите выделить? Конечно, больше губы хочется выделить. Спасибо большое. Ну, мне кажется, само по себе задание не такое сложное. Поэтому, мне кажется, большинство справится. Влад, здравствуйте. Здравствуйте. Наносите такую же помаду, как у меня? Да, потому что я делаю ведущую фэшн-передачи. Ага. Вы тоже будете губы выделять? Ну, я еще глаза чуть-чуть доработаю, если времени останется. Спасибо большое. У меня была ведущая фэшн-передачи, потому что здесь можно было сделать что-то яркое и не сдерживать себя в рамках. Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы для какого эфира готовите модель? Ну, больше для новостей, скорее всего, вот, я так думаю. У вас будет более сдержанный макияж? Да. Спасибо. Из трех моделей моя просто самая, как бы, более натуральная, так скажем. Вот. Потому что предыдущие модели, они, у них внешность сама яркая. И, в принципе, им достаточно немножко цвета, и они вот уже, как бы, горят, да, так сказать. Участники, ваше время вышло. Положите кисти в чемодан. Участники, ваши работы закончены, теперь попрошу вас подойти вместе с моделями к членам жюри. Ну, я, конечно, учту в любом случае те недочатки, которые я допустила, потому что я знаю, что работа не идеальна. Ну, я не совсем согласен с мнением жюри. Потому что, ну, я видел сразу свои недостатки в своей работе, я их огласил до мнения жюри. И они, помимо этого, добавили еще своего. И в итоге я чуть ли не худшим оказался, хотя я сделал больший объем работы, чем другие. Ну, я сделал скуловую коррекцию полностью, все лицо. Сделал губы яркие, как и планировал. Я думаю, что хорошо справилась. Я, в принципе, все успела, уложилась вовремя. И, ну, как бы все сделала, то, что от меня требовали. Не хотелось красок, мне вот хотелось что-то спокойное, аккуратное. Вот. Ну, просто, не знаю, под настроение, может, свое. Не было того, что я хотел увидеть из всех участников. Нет, до этого, как бы они прям хорошо прям. Но сегодня, не знаю, как-то не то, как бы сказать. Не прям недоволен, но 90% я недоволен. Лучшего и худшего нам было выбирать, скажем так, очень даже легко. Потому что сразу было заметно, кто умеет красить, а кто нет, потому что работы очень сильно друг от друга отличались. Те люди, которые умеют красить, у них сразу получалось, даже независимо от того, что давалось времени всего ничего, да, 15 минут. Кто послабее, сразу стало заметно. Просто они начали наносить все, что они видят. Ну, в общем, все было нескладно. Поэтому я думаю, что лично мне, как мне, для визажиста, то есть мне было легко, мне было и так понятно. Во второй тройке мы поспорили чуть-чуть, но потом все-таки пришли к одному мнению. Жюри подсовещались и приняли решение. Лучшим образом на сегодня в вашей второй тройке является образ Олеси. В нашей группе мою работу признали лучшей, хотя были недочеты. Жюри не совсем понравились, как я сделала градиентные губы, а в целом работа показалась хорошей. И худшим образом из второй тройки является образ Ульяны. Именно с моей косметикой, которая была, у меня не было такого вот именно яркого фэшн какого-то образа, не было таких вот там блеска, да, так сказать, переливов каких-то, было все более матовое и спокойное. Влад, ты проходишь следующий конкурс. Я согласен с тем, что Ульяну признали худшей, потому что ее макияж был очень простой и она практически ничего не сделала. Кому-то не хватило умения, кому-то косметики, а кто-то просто не привык работать в условиях дефицита времени. Но жюри беспристрастно и не учитывает все эти факторы. Давайте посмотрим рекламу на телеканале «Пятница 2.0» и снова вернемся в учебный центр «Территория СПА». Третья тройка участников, попрошу вас зайти. Давайте продолжим. Наш конкурс еще не завершен, осталась еще одна, третья группа участников. Напомню телезрителям, что заданием на сегодня является макияж для эфира. Его нужно делать интенсивным и выразительным, а времени всего 15 минут. Попрошу моделей тоже зайти. Участники, методом жеребьевки вы сейчас подойдете и выберете номер модели, с которой вы будете работать. Прошу подойти. Можете начинать работу, ваше время пошло. Сегодня нам надо, сказали, надо накрасить телеведущих для эфира по горящей передаче и дается как раз 15 минут. Ну, в принципе, я знаю, что в Останкино там тоже бывают всякие авралы, накладки и, в принципе, это время подходящее. Нам объявили, что нужно сделать очень быстрый макияж и подготовить модель как бы к съемкам. Опять же, если задание сложное, то тогда нам как бы дают времени побольше. Если задание не такое сложное, то урезают время, поэтому о легкости сказать нельзя. Тут просто надо элементарно успеть. Ну, я думаю, задание, с одной стороны, сложное, с другой стороны, легкое, потому что как бы я не раз сталкивалась с этим. Я работаю на телевидении. Я знаю, что такое сделать макияж для телевидения, именно для ведущей, который будет вести либо новости, либо там какое-то шоу. 15 минут, ну, вроде это как бы и немало, потому что там, то есть, главное надо зоны выделить и все. А с другой стороны, когда ты работаешь с человеком, то есть вот когда ты работаешь непосредственно на телевидении, у тебя нет вот таких вот прям конкурсных рамок. Задумка проекта очень хорошая. Она действительно выявит талант, самого талантливого, самого лучшего визажиста нашего города. И как бы это очень престижно будет для визажиста. Марго, привет. Привет. Как дела? Пока не очень. Для какого эфира готовишь модель? Я почему-то предположила музыкальный конкурс. И что ты будешь выделять? Я буду, в общем, приличный вид делать. Спасибо. С ведущими у меня не было опыта, но был опыт работы на фотосессиях, где тоже важно сделать быстро, или опыт работы на показах, где нужно подготовить за час 50 моделей. Пока не чувствую ничего, пока я сосредоточена на том, что прокручиваю в голове, чтобы ничего не упустить. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. А вы для какого эфира готовите модель? Ну, где-то для передачи для байкеров. Ого! Это вообще как она должна будет выглядеть? Ну, в стиле гранж. Ну, в общем, там и глаза, и губы. Но если успею... Желаем удачи. Мне кажется, еще зависит от модели. Да, модель может занять несколько лишних минут. Ну, допустим, там мы все увидели девушку с очень широкими бровями. И все начали вздыхать, чтобы только бы она им не досталась. Потому что, возможно, придется тратить время на брови, замаскировать, поуже их сделать. Лен, привет. Привет. Ты для какого эфира готовишь? Наверное, больше для новостей, утра или что-то в этом роде. Так, у тебя получится сдержанный макияж, насколько я понимаю. Я хочу сделать сдержанный, утренний макияж, добавить ей свежести. Вот. А как справиться, если, например, это утренний эфир, то есть модель приедет, скажем так, отекшая? Как это можно будет скрыть? Я думаю, что не стоит накладывать слишком темные цвета на глаза, сделать хорошую коррекцию, затонировать лицо. И она будет прекрасна. И сделать акцент, например, на губы. Спасибо. Мне кажется, что многие с этим заданием справятся. Либо они справятся неправильно, допустят ошибки, либо они справятся вообще, потому что за 15 минут сделать макияж трудно, а у нас работают в основном салонные мастера, которые делают макияж очень долго, то есть час-полтора. И для них это как бы будет проблемой. Я знаю стандартные правила, стандартные рамки, и то есть что-то фантазировать, что-то добавлять я не буду, надо идти по стандарту. То есть в этом случае макияж для телевидения, он очень опасный, потому что это экран, свет, камера, свет теплый, может что-то потечь, может блестеть, может, то есть камера и свет съедают косметику. И там очень много таких тонких граней, которые, если ты работаешь, ты знаешь, и добавлять, рисковать, экспериментировать, как и делать на прошлом конкурсе, нельзя. Участники, ваше время вышло. Прошу положить кисти в чемоданы. Сейчас ваши работы оценят жюри и выберут самый худший и самый лучший образ. Прошу подойти по одному. Мы решили, что моя модель, ведущая погоды, так можно их назвать? Девушка, которая объявляет прогноз погоды в утреннем эфире. Просто макияж на камеру, он немножко другой. Он, конечно, должен быть ярче и проработанным должны быть все зоны, иначе будут провалы. И не так будет интересна внешность. Ну, честно говоря, у меня образ-то сам неплохой. Качество теней у меня подвело. Ну, работа, получается, сама работа выглядела неравномерно, не сочно. Не знаю, пусть ценят, а ценят как. Я сделала стандартный макияж. Я не стала выделять что-то прям вау, в тысячи делать. То есть я уверена, что мой макияж можно вставлять в эфир. Честно, я могу сказать, что у меня были проблемы с косметикой, потому что она не ложилась просто. Она реально, я ее крашу, она не ложится на лицо. Итак, жюри посовещались и выбрали самый лучший образ вашей тройки. И им становится образ Маргариты. Полностью мы успели сделать по косметике. То есть мы практически все области охватили. Ну, а остальное уже жюри решила, соответствует этот образ тому, который был заявлен или нет. В таком образе я бы пошла бы и провела бы программу про погоду. Худшим образом в вашей тройке является образ Ларисы. Нюдовый макияж, растушеванный, конечно, легче сделать. На любой косметике все натуральные краски скроют недочеты. А тут я не ожидала, да, что черная краска вообще не ляжет. Лена, ты проходишь следующий конкурс. Я сделала стандартный, правильный макияж, как он должен быть, по правилам. Вот, поэтому я заняла второе место. Я была ни лучшей, ни худшей. Я осталась средней. Ну, прикольно, я прошла дальше. Жюри оценивает участников в процессе работы. А вскоре перейдет к обсуждению результатов. А мы с вами прервемся на небольшую рекламу и подготовимся к финальной части конкурса. Все участники завершили работу. Три лучших и три худших образа отобраны. Осталось совсем чуть-чуть, и мы узнаем победителя конкурса «Горящий эфир» и того, кто покинет наш проект. Жюри выбрали тройку лучших и тройку худших работ. Попрошу первую тройку участников, чьи работы оказались лучшими на этой неделе, выйти вперед вместе с моделями. Сегодня украсили для телевидения. То есть, так как я работаю на телевидении, я знаю, что это такое. И действительно, может быть, для себя 15 минут достаточно накрасить себя, потому что ты знаешь, что вы говорили с глаз, ты знаешь, где тебе надо подчеркнуть и что скрыть. Для визажиста может быть и маловато, потому что они не смогли, абсолютно все, не могли доработать образ до конца. На сегодняшний день, то есть именно сегодняшний день, я пыталась обращать внимание именно непосредственно на техническую сторону работы. Посмотреть, как же была выполнена растушевка, насколько высоко, допустим, кто-то из участников применил смокеаз, насколько это допустим был подъем и прочее. То есть именно сегодняшний день, он был очень важен, потому что именно техническая составляющая часть – это неотъемлемая часть работы визажиста, который работает для телевидения. Изначально мы выбрали троих – это Марго, Олеся и Айка. Так как они были в разных категориях по группам, когда мы увидели уже в полном составе, мы поменяли резко свое мнение на Олесю. Наверное, скорее всего, ей повезло с моделью. Она очень преподнесла красиво, продала, можно сказать, этот макияж, именно как журналист она преподнесла его. Конечно, там не 100% было идеально, но наиболее именно ее образ подходил к заданной тематике. По мнению жюри, лучшей работой в этом конкурсе становится работа Олеси. Олеся получает иммунитет на следующий конкурс. Поздравляем! Олеся, вам сколько еще времени не хватило доработать образ? Ну, мне кажется, еще хотя бы минут 5. Я бы просто все линии сделала бы более плавными, больше растушевки было бы, то есть образ бы смотрелся более плавный, плавные переходы были бы более плавные. Для меня стало достаточно неожиданностью, что меня назвали, и мою работу назвали лучше на этой неделе. Мой иммунитет вряд ли повлияет на работу. Конечно, я буду чувствовать просто себя более спокойно, более уверенно, но я постараюсь все-таки выполнить хорошо свою работу, и, возможно, в следующий раз моя работа опять станет лучшей. Третья тройка участников, чьи образы оказались худшими в этом конкурсе. Попрошу вас тоже выйти вперед вместе с моделями. У лучших визажистов не хватило времени. Вам чего не хватило, чтобы полностью доработать образ? Мне помешало то, что на глаза я там нашла одно средство, которое нежелательно было наносить, но я сразу не разобралась, что тени на это средство плохо ложатся. Я хотела сказать, что на моем столике не оказалось светлых корректоров и светлой тональной основы, и я, если честно, очень пыталась выровнять цвет лица с шеи, ну, более-менее, чтобы вот хотя бы тон был более ровным. Мне не хватило времени чуть-чуть растушевать, то есть вот эти переходы плавные сделать. А так, наверное, не до понимания, потому что именно я хотела создать ведущую развлекательного шоу, пусть это будет муз-канал. Не могу ничего с собой поделать, у меня вот это есть. Я просто не люблю какой-то стандарт или как у всех. Ты должна показать себя как профи, а не просто как человек, который веселый, который готов какие-то эксперименты проводить. Тебе необходимо обязательно показать себя, то есть за столько и долгое время тебе нужно было выполнить грамотный, качественный макияж. Этот же конкурс немножко другой, то есть здесь мы выбираем лучших. Если у тебя будет такое отношение, то тогда я больше скажу, что ты мисс-позитив, но это уже будет совсем другой конкурс. Вот в ком-в ком каких-либо изменений я, к сожалению, не заметила, наверное, это в Ларисе. То есть скорость составляет, также осталась не очень высокой. Этот человек, я бы сказала, более такой какой-то старой закалки, который привык работать размеренно. Ну и, соответственно, здесь с конкурсом он абсолютно не справился, потому что макияж был недоработан, непроработаны были брови. И есть еще такой момент. Легко говорить о том, что тебе помешало. Ты попробуй загляни в себя. Да, возможно, ты что-то сделал не так, а не потому, что тени легли не так. А мы, визажисты, иногда порой работаем в очень таких условиях, да, и материал нам могут предоставить, который будет также оставлять желать лучшего. Но если ты профессионал, ты выполнишь свою работу достойно. Это тот человек, который я изначально говорил, что я не имею права ее судить, так как она старше меня, как бы сказать. Она старше меня. Но этот человек, по моему мнению, это мое мнение, не хочет расти. То ли не хочет, то ли у нее есть база клиентов, в которой она работает и работает, как бы. А участникам, по мнению жюри, которому не удалось полноценно выполнить макияж для телевидения, сегодня становится работа Ларисы. Лариса, вы покидаете наш проект. Ну, относительно моей работы, конечно, я видела, что у меня больше всех недочетов. Но, честно говоря, чужая косметика дала о себе знать. Я не ожидала, что тени не лягут с первого мазка. Ну, допустим, как мои тени. Участникам пожелаю во время перерывов больше пробовать на руке эту косметику. Я, на самом деле, бить по очереди, я думаю, что она сейчас в таком процессе, что достигла до того, что уже, на самом деле, начали соревноваться. То есть, может быть, некоторые участники уже подружились, но я увидела сегодня прощание с Ларисой. Это все так было действительно искренне. Остальные участники проходят дальше. С ними мы увидимся на следующей неделе для нового испытания. Битва продолжается. Еще один конкурс позади. Нас покинул еще один участник. Его работа, по мнению жюри, оказалась самой слабой. Но участие в конкурсе – это всегда дополнительный опыт и стимул для дальнейшего обучения и самосовершенствования. Этот конкурс для участников уже позади. Впереди их ждет много интересных испытаний. Мы благодарим нашего партнера обучающий центр «Территория СПА» магазин «СПА Косметика» за предоставленный приз. С вами была Ирина Федоренко. На этом все. Увидимся на следующей неделе на телеканале «Пятница 2.0». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok